сейчас будем короче выставлять саморезы под маяк рассложенный геометрию выводить комнаты так как ее здесь нету для начала чтобы правильную геометрию соблюсти нужно от входной двери равноценный проем сделать и от этой стены далее строить геометрию всей комнаты посмотрим далее поставим лазер найдем минимальные точки закрутим саморезы до лазера до отмечки до луча это будет нам служить ограничением для правила далее будем просто накидывать раствор сюда прижимать правилом и формировать маячок покажем в процессе вот эти засветы означает что штукатурки не проходит можно еще увеличить слой получается нашли минимальные точки сделали откос равнозначным одинаково чтобы доборы либо потом если плиткой будет облагораживаться было все одинаково симметрично далее теперь саморезы доведем до луча ограничители так далее доведем саморезы до луча это будет ограничением я довожу ну ориентируясь по пальцу чтобы край самореза этой шляпки строго приходил к краю луча можно использовать подставку мне удобнее водить таким образом все саморезы доводим камера расширяет конячий по полу сантиметра люди скажут вы как выставляете думаю нам на слово поверить шляпка самореза должна прям стоять в краю луча который к стене получается чтобы ровная плоскость получилась все саморезы нужно выставлять грубо говоря по краю луча если по наружней стороне луча то неудобно будет вам не видно за счет самореза будет оттенять никого не учим что делать именно так мы просто показываем как мы работаем а он же там на свое усмотрение так очень важный момент когда вы нашли нули а до скоса начали как бы строить геометрию нужно обязательно отметить куда у вас приходит луч для того чтобы далее установить следующие стены выставить геометрию свести отметки чтобы все четко было проверяем плоскость все саморезы касались не касается какой-то подкрутить лучше потому что крючок получится прыжком и соответственно стена также будет саморезы могут показать то что когда вы будете перфоратором немного гуру шел и саморезов вкручивается он может крутить наискось немного из-за этого немножко торчать и поэтому не достало да поэтому когда выставили проверяем плоскость где-то там уголок затирает чуть-чуть подкрутить его кто собрался покупать лазерный уровень вы построитель то наверно мы уже покупали его года три назад мне кажется лучше покупать сразу с зеленым лучом его лучше видно стоит он 1000 на 2 дороже зеленый луч поярче у ребят на объектах бываем смотрим что лучше видно после того как проверили плоскость как бы убедились в том что все в порядке далее берем от луча производим замеры противоположной стены размер сколько для нее можно сказать переносим одинаковое расстояние чтобы понять какую сторону клин где минимальный слой будет находиться проверили еще раз проверяем расстояние убеждаем что все правильно все четко параллельно все стоит 195 и 5 там проверяем 195 и 5 размер пересеки если четко правильно убедились в этом далее также доводим саморезы до луча и после этого будем формировать 90 градусов относительно этих стен не забываем отмечать куда приходит путь лазер проверили плоскость убедились что все нормально но все в размер далее формируем угол учитываем нашу разметку даем одинаковое расстояние так как здесь толщина самой головки откуда лазер светит она получается больше чем у нас слой нужно на равнозначное расстояние перенести от отметок на случай далее замеряем руляткой расстояние от нашей отметки до луча получается у нас здесь 405 проверяем с этой стороны здесь у нас получается 06 доводим чуть-чуть в элемент очень удобная вещь можно довести прямо выставили построитель получается то что ну если бы стена была ровная либо там вверх завалена либо угол можно было бы просто элементарно как я уже объяснял замерить линейкой нулевую точку найти на стене самую выпирающую согласно этой точки просто скотчек кусочек доводим до луча делаем на скотч и отметку и по этой отметке вкручим все саморезы так как у нас вверх на 0 он приходит нам никаких отметок не надо получается так что доводим просто до луча так что Смармон, наверное, не надо. Какой-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей. Устанавливаем маячки растворные. Просто делаем наброс примерно на толщину самореза, чтобы повыше был слой. Регулируется индивидуально. По линии. Вот для чего линии мы чертили ровные. Чтобы было понятно, куда набрасывать. Далее пролил. Смачиваем водой. Для того, чтобы не прилипало, она склеит. Далее прижимаем к саморезу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Закончили остановку маяков. Маяки подсохнут. Начнем штукатурить. Да, еще такой один момент. Нам в предыдущих видео, когда мы штукатурили, писали то, что мы штукатурим неправильно. Надо штукатурить сверху вниз. Хотя это без разницы, откуда вы начинаете. Снизу вверх, сверху вниз, с середины. А так, как кому удобно, так штукатурить. И начинаем набрасывать. Набрасывал.